Итак, тема сегодняшнего интервью – фотосъёмка дикой природы. А в гостях у меня организатор фототуров, фотоохотник Михаил Верёвченко. Не только фототуры, но и пешие походы. Чем отличаются обычные походы от фототуров? Вы поужинали, собираетесь, идёте на какую-то интересную точку и занимаетесь съёмкой. Но надо понять, с какой стороны ложится свет, где что как происходит. Но ведь ты ещё и фотоохотник. Ты учился ходить по пешим тропам вот эти искать звериные, где там кто может пройти. Как бы ты ни пытался спрятаться там или где-то лечь, звери всё равно об этом знают. У него есть нюх, у него есть слух, у него есть глаз. Поэтому приходится маскироваться, интегрироваться в местность. Просто так прийти в лес и дождаться зверя – это можно всю зиму сидеть, допустим, и никто не пройдёт по этому месту. Снимать надо постоянно, потому что если бросать снимать, то каждый раз всё с нуля. Это не лыжа. Здесь придётся куда-то кататься, совершенствоваться. Сидеть на месте нельзя.